Да, я вообще хотел еще на прошлой неделе поделиться свидетельством. Просто забыл зарезервировать место. Поэтому вот сегодня рассказываю. Значит, о чем это вообще? Давным-давно, ну как не давным-давно, но несколько недель назад мне получается написали по почте, что в Москве будет проводиться семинар по сухим иглам. Я подумал, ой, ради сухих игл только ехать в Москву как-то не очень хочется. И потом мне сказали, там еще будет техника игла-нож. Я думаю, ого, ничего себе, ну что надо ехать. Купил билеты. Из Стамбула. Ну и, получается, заранее спросил от своих знакомых в Стамбуле, как там добираться до аэропорта. Предварительно мы пытались узнать от Стамбула, когда стигна летишь ты то. Да, и, ну они все мне расписали подробно, там пересадки туда-сюда. Ты все-таки расписал подробно, когда требуется уйти, да? Ну я, окей, понял. Приехал в Стамбул на поезде, ой, фу, на поезде, на автобусе. Автобус, стигнах из Стамбула. Да, и выхожу, но ничего не понятно, где я вообще. Излезом, ни что не разберем, где с номером. Ну и гуляют там, говорю, типа, метро, сабвей, не знаю, как это. Расхлаживаемся, и потом, когда я метро. Они говорят, типа, вон там, иди, все. И ты как-то тут и война там, что ты увидишь. Ну я пришел. Асдуй-дох. Сажусь как бы в метро. Сядом в метро. И вижу, на ветке написано, на самой конечной станции, типа, этот, Хавалимани. И вижу, там краеш, на экране это спирка. Да, аэропорт, и там даже, значит, вот такой аэропорт. И пиши на аэропорт, летишьте. Я подумал, ой, как удобно-то, прям, не перед пересадок сразу можно доехать. И в смысле, как удобно, но видна, кому-то у тебя там. Вот повезло-то, а. В смысле, как удобно. Ну и, короче, поехал до туда. И у тебя там. Вышел из метро. Из лезых от метро. Что-то, думаю, там мало людей. В смысле, малку хора и мату. Дошел, получается, до аэропорта уже там. Стигом летишь ты тут. Мужики с автоматами стояли. И мужики с оружием там. Ну я к ним подошел, спрошу, а это аэропорт, типа. И пи там, туда летишь ты ли? Они говорят, а какой аэропорт нужен? А ты, кажется, какого летишь ты? Ну я говорю, вот этот, обозначается I-S-T, типа, да, центрально. И я с ним казах, кое-то, все. Они говорят, ой, вы не туда приехали, не туда аэропорт. И ты, кажется, вот, весь твой доктор не там, куда требует. Я такой, ой-ой. И а самого ограничения по времени, да? То есть мой автобус полетает в 6. Ой, полетает, приезжает в 6. Мой автобус пристегал в 6. А самолет в 10.20 уже улетает. А самолет в 10.20. То есть я должен за это время уже успеть. И за то время требащий да успел. Я немножечко на панике, спрашиваю. Я свечу, если паникоса кнопка. Что делать? И пи там, какое-то правило. И он такой, типа, возвращаешься в метро и едешь на этот. Сейчас даже, я фотку сделал. И тоже муж мне казал, вырежь ты себя в метро и утипай? Ширеневлер. Там. Я такой запомнил, такой, Ширеневлер, Ширеневлер. А запомнил туда? Такой бегу, это обратно в метро. И такой, типа, думай, Ширеневлер, Ширеневлер. И бегом в метро ты постоянно си газом дази два места, куда я тряду до ути, для него забравил. Я сел в это метро, смотрю, а вот это станция. Ну, правда, это не совсем Ширеневрели было. Сажусь, получается, а там написано. Сядом был в метро. А там написано станция, а такой Ширеневлер. И там пишет станция, а такой Ширеневлер. Ну, я подумал, ладно, ну, хоть такой. Я же помыслил, что это пунетака. Ну, доехал до туда, выхожу. Сигнах там. И опять выхожу, а это, ну, просто, ну, это город, Стамбул. Из Лизам Твайград, Истамбул. То есть я с метро вышел, там здание, здание. Има самосграде. Две магистрали, автобусы. Има путешествия, автобусы. Я вообще на панике бегаю туда-сюда. Я с паникёсом себе бегаю на там, на сам. Пришел там в какой-то ресторан, спрашиваю. Мне нужно, это, в аэропорт. В Лизам в ресторан. Там тряго, да у тебя долетишь ты. Ну, там мужик такой, ну, типа, никто по-английски, конечно, не говорит. Никто не говорит на английский, разберется. Мужик какой-то выходит такой, типа, суважен, видно, говорит, типа, туда тебе надо. Ну, я возвращаюсь, а это опять метро получается. Я собираюсь, там у тебя пакет метро. Я подумаю, я думаю, а, ну, здесь еще есть автобусная остановка. Я вижу, там ему автобусные спирки. Думаю, ладно, да возьму, тогда седу на автобус. Помислик всех, что я седу на автобус. Седу на автобус, еду. Седу на автобус. Там народу прям дофига в автобусе. Има много хора в автобусе. Все в куче. Всички с гучкой не така. Я просто сел, еду на автобусе и думаю, а куда же я еду-то, ё-моё. В автобус? И спрашиваю вам уже какие-то парни, типа, мне нужно в аэропорт. Они вообще, ну, махают головами. Я думаю, ну, все, значит, надо сваливать автобус. Выхожу, получается, на остановке, бегу, там, к этим, ну, служба охраны, да? И спрашиваю, мне нужно в аэропорт. Им казалось вам, ты тряво достигна, и лети что-то. Они такие думают, думают, ну, аэропорт, аэропорт, да? Ты мыслит, мыслит. И они говорят, типа, череневлер, типа. Опять этот череневлер. И ты пак пыта, все что-то. Я, короче, понял, значит, надо возвращаться обратно, когда я приехал. Приехал обратно, и ищу иностранцев. Просто, чтобы хоть никто на нормальном языке объяснил, чем не делать надо. Я, это, хожу, хожу, и вижу черного, и говорю, ой, слатье, господи. Я с виждан темно кош, и си казвам, слава на бога. Я подхожу к нему, типа, говорю, вот, мне нужно в аэропорт. Я с этом приняду, казвам, тряво достигну, летишь ты? Он говорит, типа, а, не, не, я не понимаю по-английски. И то, я казвам, асны разберем на английский. А, ну, класс, конечно. Я, в смысле, он и. И опять бегу, бегу, и говорю, прям уже отчалился, всех спрашиваю, как не доехать. Питом, птички, как достигну, летишь ты? И один говорит, да, вот, автобус едет прямо до аэропорта сейчас. Иди, не оказывай, эту, то есть автобус, сега, потом воду, летишь ты? Вон там, видишь, ты? Эту, видишь, дошли? Я прям увидел. Ас, губитях? Там, с моста. И я такой, типа, ой, ну, спасибо, я такой побежал. Ас, бягом. И это, ну, там уже он отчаливал поезд, автобус, да, автобус отчаливал. И там народ уже собирался на автобус. Я успел карты оплатить. Единственный человек, который на английском хорошо разговаривал, это был, который на автобус это садился уже. То есть когда уже не надо было, в принципе. Но я его спросил, типа, этот автобус едет прямо до этого, за всякий случай, губит, дали този автобус потова долю. Нужно, ты мне летишь ты? Он говорит, да. То есть я спрашиваю, сколько едет? Говорит, час. Ас, там, колко потова? Един час. Ну, все, идеально. Все, успокоился, залез. Ас, успокоил их? Время хватает. И стига мне время. То есть я вот таким чудом успел вовремя добраться до аэропорта. С такого чуда успел достигна летишь ты там? Потому что, ну, представьте, если бы я опоздал хоть на 5 минут, все, автобус бы уехал уже без меня. Так что это вот первое, что со мной произошло. Это было первое такое-то, что случилось с меня. Потом я прилетел в Москву. Кацанах в Москву. Аэропорт Жуковский, наверное, никто никогда не слышал. Летишь ты в Жуковский? Может быть, не встречовали с него. Ну, я уже был готов, конечно, к каким-то, может быть, проблемам. Я был готов. А, вечер бях подготвен за проблемите. Ну, протягиваю свой паспорт. И я показываю свой паспорт. Казахстан. Казахстан. И, ну, обычно у них вопрос, что вы делали в Турции? И ты постоянно питаешь, как вы отправили в Турцию? Я говорю, ну, я из Болгарии приехал. Я сказал, ну, иду хоть в Болгарии. Он говорит, что в Болгарии делаете? Как вы отправите в Болгарии? Я говорю, живу. Живее. Он говорит, ну, тогда пройдите, пожалуйста, в ту сторонку. И ты, кажется, у тебя это там на стране? Тогда подождите. Подчакайте, малки. И я иду, а там, ну, нормально так народу, на самом деле. А у тебя у меня там, и маша до 100 хором? Ну, в принципе, меня не первый раз уже в Москве останавливают. Пять лет назад меня уже там останавливали. Да, но обычно меня самым последним отпускают. Вообще у меня есть опыт. Меня в Гонконге тоже задерживали на границе. Я про это вроде тоже свидетельство говорил. Он свечи рассказывал за това. Но здесь, наверное, рекорд просто. Меня держали на границе пять часов. Только мы держали пять часа. Меня, ну, сначала просто так держали. Просто держали. Потом спрашивали меня вопросы. После питыха вопроса. Потом говорят, типа, давайте ваш телефон, я быстренько погляну. И после казалось, дайте ваш телефон, малкуда погляну. А потом залез в WhatsApp, там начал, короче, печатать. Близал в WhatsApp, тарси нечто. Потом говорите, ну, вы, наверное, YouTube смотрите. Давайте я в YouTube тоже поищу. Ну, к счастью, интернета у меня не было, поэтому ничего. Нашел несколько, там, провокационных, может быть, фраз. Я ему все объяснил. В принципе, ничего не врал там. Ну, да. Ну, поддержали меня, там, довольно много. Но я не отчаялся. Я на планшете поиграл в игрушки. Да, все-таки меня выпустили. И после меня пустыха. Ну, я, конечно, уже начал фантазировать все там, ну, все эти сценарии. Вече започных, да все фантазируем различные сценарии. Что типа оставят меня в России. Что меня оставят в России. Буду там на шахте работать. Ты работаешь. И что ты работаешь как у меня. Да, ну и так далее. И такая на татак. На самом деле, вот все эти мучения, они того стоили. И, честно говоря, эти мучения с сестру Вахом. Потому что этот семинар был очень полезным. То есть, этот семинар был очень много полезен. Там был очень известный врач, Демченко, преподавал. И мы еще известный лекарь Демченко. Я даже, когда вернулся, я вот использовал эту иглу-нож. Куда-то в приправе использовал в тазе игла-нож. Там, получается, вот после операции на легкое у мужика был здоровенный шрам. И один мошел от операции на беле дропе, мы еще гуляем белек. Прям по всей широчайшей мышце. По широкой муску. Да, и он не мог руку вот так, вот скупонимать. И тот не может сюда вдигнуть такая рыката на високу. Вот, вот, до сюда только доходил. Саму такая дотук. Я, получается, вот, ну, один раз прям проехался по всему шву этой иглой-ножу. И сразу, ну, во время, получается, процедуры такие, вы говорите, вы поднимаете теперь руку. И по временной процедуры так вдигам руками, вдигам рыка тому, и то я вдига до горы. Да, и он такой, типа, ничего себе. И ты оказывал, оха. Я вот куда только не ходил, и на массажи, и все. Я оказывал, когда я, на всякой, когда я ходил, бачен, не все случилось. А ты одной иглой его такой вот сделал. И со стаковой иглой успех мы такая допустим, но был результат. Ну, я, конечно, тоже прифигел тогда. А все, что все изнадохнуло. Я сделал вид, что так и было задумано, конечно. А с направих. А все пристроих, что такая трябва добуду, бачен, все изнадохнуло. А потом выхожу такой на рецепцию, говорю, типа, Даша, Оксана, вы представляете, что я сейчас делал. Ага, да. А после земной рецепции приказывала Оксана и Даша, как у вас в свой случай с иглой нож? Да, ну, короче, этого стоило. Твоя сестра вышла? Одна, когда я уже выезжал из Москвы. Кугату, три выхода, Москва. Я, там была выставка одна бесплатная, я решил там... И машина бесплатная изложба, и решил дойти до там. Там время потерять. Да, изгубя время там. И там, получается, была такая, как игра, наверное. И машина игра. Там тебе дают три шарика. Давайте три топчета. Есть пять лотка, получается. И машина пет... Кутики, что ли? Кутики. И в двух из них там лежат календари бесплатные, как подарок. И в две тучах им бесплатный календарь. Я, получается, ну, кидайте три шарика, и попадет, вы выигрываете. И ты, кажется, вот, требует вырлеть эти три топчета, и попадаете в тази кутия с календаря, что ты спичалит? Я кидаю один шарик. А с хвырлем и дно топчем? Он падает в пустой лоток. Падает в празднок кутия. Потом другой кидают тоже в пустой лоток. Второй, а все же в празднок кутия. И третий тоже, все в пустые лотки, короче. И третий попадает в празднок кутия. Причем равномерно так, раз, два, три. Равномерно с попадания. И я такой думаю, ну, наверное, так задумано было. И смысл, тряп, сигурно такая биоизмысленная. А эта женщина, на певенталке, начинает ухатываться. И одна жена започет от смеи. И говорит, ну, ничего себе, конечно, удачливый парень. И доказывает, сколько себе косметливый. Он говорит, вы, наверное, в жизни очень удачливы, однако. Сигурно, в животе има ты космет. Я подумал, ну, в принципе, да. Я сказал, да. Да, ну, Бог хранит, к счастью. Бог пазит за счастью. Да, если, ну, хоть неудачливый, но Бог хранит. Может, я вам космет, но Бог ми пазит. Меня, правда, в Москве на выезде тоже задержали. Ну, когда ты излезла, хоть мусклопак мы задержали. Ну, не на пять часов, но на два где-то. Не на пять, а на два часа. Ну, видите, как я живой добрался. Я сам жив и стигнах только в Болгарии. Поэтому, слава Богу. Слава Богу. Вот и все, в принципе. Спасибо большое за эти свидетельства. Интересные, содержательные, потешенные. Поддержка. Спасибо. Спасибо.